Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Я очень рад этому общению. Господь прибавил еще эти дни, и я рад, что могу видеть всех вас. Я рад, что могу видеть своего близкого друга, здесь сидящего впереди, и он всегда молится. Когда я выхожу на кафедру, он очень сильно молится. И я без тебя, как бы не справился без тебя, поэтому я буду читать Слово Божье, а ты продолжай молиться. Я сегодня хочу с вами рассуждать на Словом Божьем. Я хочу с вами поделиться тем, что Господь подарил мне, в мое сердце, чтобы сегодня поделиться этим с вами. И, наверное, я уже привык, что Господь открывает мне интересные вещи, интересные тайны, за которые потом я очень сильно меня наказываю. Потому что у Него есть много своих тайн, и есть много обманов и лжи, которые Он обманывает не только тех, кто не знает Бога, Он обманывает и тех, кто избран Богом. И потому Иисус предупреждает, чтобы никто не прельстился даже из избранных, потому что дьявол есть отец лжи. И все, что Он делает, это все замешано на таком обмане. И я сегодня хочу читать вместе с вами Слово Божье, которое записано во втором послании к Фессалоникийцам. Вторая глава, третий стих. «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления. Да не обольстит вас и не обманет никто, ибо день тот, имеется в виду день Господень, когда придет Иисус Христос для того, чтобы взять свою церковь от земли, для того, чтобы судить этот мир. Но тот день не придет, доколе не придет отступление». Это тема, о которой я сегодня с вами хотел разговаривать, и сегодня нас много обманывает и обращает многих людей о том, что конец света уже приближается, он приближался в прошлом году, в позапрошлом году, и каждый раз называют какие-то даты, то Нострадамус предсказал, то племена Майя предсказали, 21 числа люди скупали спички, сахар, соль, потому что будет конец света, они думали, что это когда выключается свет. И поэтому они покупали свечки, покупали спички, но конец света, это, наверное, гораздо больше, чем просто выключить свет или когда, может быть, потухнет солнце. И все ждали 21 числа, все, кроме верующих людей, потому что верующие знают, что в Слове Божьем написано. Так сказал Господь Иисус. Тот день и тот час не знает никто. Не знает даже Сын Божий Иисус Христос, не знает, когда наступит этот день. Знает только Отец Небесный. Так сказал сам Иисус и написал это в Слове Своем. И если кто-нибудь на этой земле знает день пришествия Господня, то это уже сто процентов не тот день. Однозначно, никто не может знать, если даже сам Иисус не знает свой день, когда Он придет на эту землю, знает только Отец, потому что Отец определил этот день и определит его. Никто знать не может. Никто не может назначить дату. Никто не может высчитать. Никто не может взять, соединить, сложить календари, мая и все остальное, и там, где не заканчивается, это конец света. Это неправда, потому что знает только один единственный Небесный Отец. Но Иисус не оставил нас в неведении. Он сказал, что перед Моим пришествием будут происходить многие вещи, те, которые мы с вами видим сейчас. И даже то само понимание, что люди ожидают конца света, что выходит множество фильмов о конце света, что об этом говорят по телевидению, по радио, об этом говорят люди между собой в троллейбусе, в трамвае, в магазине, говорит о том, что как раз приближаются те самые времена, о которых Иисус сказал, что в последние дни люди будут метаться туда-сюда, будут ожидать чего-то страшного, тяжелого, непредсказуемого и непонятного, что будут происходить землетрясения, глады, моры, будут военные действия. И все это мы видим с вами, потому что все это сбывается. Это сбывается Слово Божье. Но Иисус говорит, пусть никто не простит вас, потому что сей день не придет до тех пор, пока не произойдет отступление. Что такое отступление? Отступление касательно не этого мира. Войны, глады, то есть голод, моры, болезни, язвы и многие другие вещи, они касательны этого мира. И Иисус говорит, когда увидите, что это происходит в мире, знайте, что уже близко при дверях. Но касательно именно нас, Бог говорит, когда произойдет отступление. Отступление – это когда дети Божьи оставляют Дом Божий, оставляют проповедь, оставляют чтение Слова Божьего, оставляют веру Господа Иисуса Христа и отходят от Него. Вот это называется отступлением. Это то, что происходит сейчас повсеместно во всем мире, когда церковь начинает редеть, когда ряды в церквях начинают пустеть, потому что люди перестают идти в церковь. Перестают идти в церковь по многим причинам. Список причин составил дьявол. Не Бог, потому что Бог не желает отступления от себя. Бог желает, чтобы ты и я никогда не сомневались, потому что сомневающийся подобен морской волне, разбиваемой об камни. Всякий человек, который начал сомневаться, он потерпел, написано в Слове Божьем, кораблекрушение в своей вере. Задача дьявола – посеет сомнения. И с самого первого дня он чем занимается? Сеет сомнения. И он пришел к Еве в Эдемском саду. И первое, что он ей предложил – засомневаться в Боге. А правду ли сказал Бог? И сегодня сомнения сеются ни в коем случае, ни в душах неверующих людей. Дьявол сомнения сегодня сеет в Церкви Божьей. Он сеет эти сомнения между тобой и мной. Вчера мне позвонили молодежь, уцкая молодежь, и задали такой вопрос, что многие из молодых ребят, которые ходят в Церковь, приняли водное крещение, узнали такую интересную новость о том, что синодальный перевод нашей Библии является неточным, очень сильно неточным, что крещение принимать, оказывается, это не завет, заключенный с Господом, а это просто просьба к Богу, что Он не накладывает на нас с вами никакого обязательства перед Богом, что это неправильный перевод, что всего нас, его крещение, это не заключение завета с Господом, служить Ему доброй совестью до конца своих дней, а просьба Господи заключить со мной такое соглашение. И хочет Бог заключает, хочет нет, хочет просим, хотим отказываемся. Сегодня дьявол сеет сомнения у детей Божьих в том, что Библия наша правильная она или нет. А правду ли написал там Бог? А правду ли переписали люди? За 600 лет никто не нашел ни одной запятой, которая была бы неправильной в Слове Божьем. И сегодня дьявол хочет подставить под сомнение не только веру твою и мою, дьявол хочет под сомнение подставить само Слово Божье, которым является Господь Иисус Христос. Так написано в Слове Божьем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово стало Богом. И обитало среди нас. Это тот Господь Иисус. Это Слово Божье, Которое воплотилось, пришло и стало плотью, и обитало среди нас с вами. Слово Божье, которое мы читаем с тобой, и Бог говорит, что именно от этого Слова Божьего мы с тобой получаем спасение. И Он говорит, исследуйте Писание, ибо из него вы хотите получить спасение и жизнь вечную. Исследуйте, вникайте в него, а дьявол говорит, что здесь уже неправильные переводы, что здесь все неправильно, что не так написано, что можно никаких обязательств не иметь, а можно просто иногда договариваться с Богом. И ты никому ничего не должен. Чистый дьявольский подход. Отступление, это когда дети Божьи начинают сомневаться в своем небесном отце, начинают сомневаться в своем спасении. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, и что? На суд не приходит. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, и на суд не приходит. А еще в Своем Божьем есть такое интересное место, записанное в книге посланий Примлянам. Что верующий в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется во что? Праведность. Мы с вами праведники, спасенные праведники, потому что верующий в того, кого послал Господь во Иисуса Христа, верующий в того, кто оправдывает нечестивого, кто нас с Тобой оправдывает перед Богом? Господь Иисус Христос, потому что взял мои и Твои беззакония, вознес их на крест и умер за наши беззакония там, проливая свой кров и воскрес, чтобы что делать? Оправдывать нас перед Богом и ходатайствовать за Тебя и меня. Верующий в того, кто оправдывает нечестивого, мы были с Тобой нечестивы, ныне мы праведники, поверив в Господа Иисуса Христа. Народ святый, взятый в удел Господу, отделенный от всех. Господь отделил свой народ от всех, потому что назвал этот народ святым, освященным народом для Господа. Освященным из Тобой кровью Господа Иисуса Христа и Его смертью на Голгофском Христе, поэтому всякий сидячий здесь. Тот, кто принял Христа в свое сердце, тот, кто служит Богу, читает Слово Божие, вникает в себя и учение и верует так, как написано в Евангелии, так говорит Господь, так говорит Слово Божие, если будете веровать, как написано в Евангелии, сказано, является святым, отделенным для Господа. вы верите в то, что вы народ святой, царственное священство Божие. Кто верит, подними руку. Слава Господу, не сомневайтесь в этом никогда, потому что дьявол сеет вас сомнения. И святость свою вы получили не потому, что заработали ее, не потому, что сделали много дел для Господа или наоборот не сделали, а там написано, но не делающие, а верующие, то есть не тот, кто зарабатывает себе спасение своими делами и поступками, а тот, кто верует в Иисуса Христа, ибо не делами получаем спасение, чтобы никто не хвалился, но верою в Сына Божия Иисуса Христа. Вот чем получаем святость перед Господом и спасение душ наших и верующих в Сына Божия. На суд не приходит, но перешел из этой жизни в жизнь вечную. Знаете, что это значит? Что за тобой и за мной смерть с косой или с ножом или еще там с чем она там приходит не придет. Знаете, почему? Потому что за детьми Божьими в последний момент его жизни приходит не смерть, а приходит Иисус Христос. Берет за руку и переводит из этой жизни в жизнь вечную через тот самый Иордан, который является отделяющим нас. Эту жизнь отделяет от жизни вечной Господи Иисусе. За тобой и за мной смерть не придет. За тобой и за мной придет сам Господь Иисус. И есть такая команда в Харькове. Это молодые ребята, которые пережили клиническую смерть. И они ездят по церквям для того, чтобы рассказать всем верующим, чтобы они не боялись попасть на смертный отдых, чтобы они не боялись смерти, потому что ожидание смерти для верующего хуже самой смерти. Многие боятся смерти, боятся этого ожидания, но на самом деле они ездят и говорят, что в момент, когда человек стоит на пороге, приходит такая радость в сердце верующего человека, и они все были в разных больницах, в разное время они принесли клиническую смерть, и они говорят, приходит такая радость встречи с Господом, что для верующего человека нет страха в последний момент, и они ездят и рассказывают верующим, чтобы вы не боялись этого момента. Павел говорит, что для меня было бы лучше уже давно разрешиться и быть с кем? Со Христом, с Господом. Но он говорит, ради вас немощных, ради тех, кому он проповедует Слово Божие, он говорит, ради вас еще должен быть здесь, но лучше для меня уже быть там. И когда он говорит, что приходят мои времена, что я совершил веру, течение сохранил, что я все сохранил до самого последнего дня, исполнил то, что Господь ему верил в его руки, говорит, наконец-то приходит тот день, тот момент, когда я встречусь с моим Господом Иисусом Христом. Но прежде, чем это случится, Бог говорит, что в Церкви Божьей произойдет отступление. Отступление это когда люди сначала начинают сомневаться в Боге. Это одна категория. Кто начал сомневаться в том, что правильно ли пишет Слово Божье, а верно ли сказал Бог, а действительно ли мы спасены. А второе, это когда человек Божий впадает в грех. Грех, который его отделяет от Бога. И написано в Слове Божьем, и грехи ваши произвели разделение между мной и между вами. Человек, который шел за Богом, служил Богу, вдруг внезапно впадает разного бывает рода грехи. Алкоголь, наркомания, сквернословие, блуд, прелюбодеяние, всякие грехи. Он получает разделение с Богом, не может Богу нормально молиться, не может читать Слово Божье. О нем начинает говорить, потому что человек поскользнулся, упал, неправильно поступает, в его сердце приходит обида вместо покаяния. Вместо раскаяния человек начинает обижаться на всех, где там в церкви все сплетники. Никто его не понимает, никто с ним не поддерживает нормальных отношений. Грех разделяет человека между Богом и между ним. И человек ищет виноватых, потому что грех делает человека слепым. Всякий человек, впадающий в грех, моментально становится слепым. В Откровении Иоанна Иисус пишет послание семи церквям и одному из пасторов одной из семи церквей. Он говорит, ты думаешь, что ты богат, разбогател, что ты очень дорого, хорошо одетый, что ты очень сильно зрячий, все понимаешь, все видишь, и все разумеешь. Он говорит, ну я дам тебе мазь, чтобы ты помазал свои глаза и наконец-то увидел, что ты наг, то есть голый, что ты бедный и нищий, потому что разбогател в этом мире вместо того, чтобы богатеть Господи. И человек, впадающий в грех, становится слепым и нуждается в той самой мази от Господа, чтобы помазать свои глаза и понять, что на самом деле происходит. Что он сунул свою ногу в петлю дьявола и дьявол подхватил его в этой петле. И теперь человек попал в западню и находится в этой западне. И единственный, кто может ему помочь, человеку, не я, не пастор. Единственный, кто может помочь человеку, который впал в грех. Знаете, кто может помочь такому человеку? Только Иисус Христос. Тот, который умирал за все наши с вами грехи. И человеку нужно не идти из церкви, не обижаться ни в коем случае и не искать виноватых в церкви. Ему нужно понять, что виновен перед Господом Он. И нужно прийти прямо наперед, встать на колени, пока сердце его не окаменело, не очерствело, пока вообще ему не нужно стало спасения, пока у него еще есть шанс, он должен прийти, встать перед Богом и сказать, Господи, прости меня. Отречься от своего греха, потому что слово покаяние на самом деле обозначает армейский термин. Это слово, которое употребляли римляне в те самые времена, когда Иоанн Креститель пришел и крестил в Иордании и говорил всем покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божье. Слово покайтесь было военным термином и обозначает оно простую команду кругом. Когда человек шел в одном направлении, грешил, шел по направлению от Бога всю свою жизнь, делал то, что он хотел, то, что он считает правильным, так, как ему хотелось и как он было нужно. Иоанн говорит, развернитесь кругом и дает всем команду, прямо из Иордана говорит, кругом и идите в другую сторону по направлению к Богу. Поэтому человек, который идет на покаяние, должен знать, что он должен отвернуться полностью от своего греха и пойти в другую сторону, в сторону Бога. Приходит сильная обида в сердце человека и человек начинает на всех обижаться. Кто дает обиду нам с вами? Разве Бог в ком-то из нас сеет когда-нибудь обиду? Сеял? Бог никогда не сеет обиду. Но обиду сеет в нас дьявол. Есть такие слова в Слове Божьем, где Господь говорит ученикам, что если бы верой вашей было хотя бы с горчичное зерно, вы бы сказали смоковнице, извергнись и пересадись в море, и она бы это сделала, она бы вырвалась с этого места и пересадилась бы в море, если бы вера ваша была хотя бы с горчичное зерно. Так вот, это место все объясняют как верой, что человеку нужна вера. На самом деле Господь говорит совсем о других вещах. Смоковница это обида, которую Иисус сравнивает со смоковницей. Это страшное дерево вообще. Хотя мы много читаем о нем и почти ничего о нем не знаем. Я расскажу вам буквально вкратце, что такое смоковница еврейская. Это дерево, на котором растут плоды, так сильно похоже на инжир, один к одному, но вкус их настолько горький и кислый, что полынь даже не стоит рядом. Настолько противный вкус у этой смоковницы. Во-первых, у этой смоковницы самая большая корневая система. Ни в одном дереве на востоке и даже у нас здесь с вами нет большего корня, чем у смоковницы. Обида имеет очень сильную корневую систему. Если ты пускаешь свое сердце, свое сердце пустил обиду на кого-нибудь, обида в твоем сердце начинает проникать огромным большим корнем, который так тяжело вырвать. И сколько бы ты не боролся своей обидой, если ты не вырвешь корень, она будет постоянно прорастать. во-вторых, древесину смоковницы использовали только для одного единственного дела. Из него делали, из этого дерева делали гробы. Это очень прочное дерево, и из него делают гробы в Израиле. Больше ни на что смоковнице дерево не годится. Так вот, Иисус говорит о смоковнице и намекает на то, что человек, который отпустил себе обиду, как смоковницу посадил у себя в сердце, во-первых, она прорастет огромным корнем, вредным корнем, плохим корнем, горьким корнем, во-вторых, что называется, человек для себя из этой смоковницы, из этой обиды потом сделает гроб, в котором будет сам умирать. Всякая обида будет человека убивать изнутри. И если вы придете в онкологию, то вы удивитесь, потому что большинство людей, страдающих онкологическими заболеваниями, люди, которые перенесли в своей жизни тяжелую обиду и не смогли ее простить. Через наши мысли и поступки физически проникает грех во внутрь человека и делает физические проблемы. Создает болезни, немощи, создает проблемы, и вы будете болеть физически очень сильно, если вы не оставите свою смоковницу, не прикажете ей извергнуться, извергнуться из вас и вергнуться в море. Третье, у смоковницы очень горькие плоды. Такие горькие, что просто оскома на зубах. И всякий человек, который постоянно в своей жизни перебирает свою обиду, постоянно думает о своем обидчике, чем тот обидчик занимается, как он поступает, как он поступил с тобой, как нехорошо он сделал. Человек постоянно кушает и кушает, смакует этот кислый, кислый плод, от которого ничего, кроме оскомы и кислости в твоем собственном рту ничего не произойдет. Обидчику твоему никак ты не навредишь этим, но только себе, смакуя этот страшный кислый плод. И четвертое, это единственное дерево в мире, которое опыляется очень странным образом. Ни бабочки, ни пчелы, ни другие насекомые его не опыляют, кроме одних единственных ос. Оса садится на смоковницу и своим жалом жалит цветок смокрый. И таким образом происходит опыление. Так вот, твоя обида, которая в твоем сердце, она будет опыляться вот этим жалом постоянным, жалом сатаны, который будет удручать тебя очень сильно. Всякий человек, который в сердце носит обиду и не может простить, подвергает себя словам, которые сказаны словами Господа Иисуса, когда Он сказал молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прости нам те обиды, которые мы наносим Тебе, точно так же, как мы прощаем своим обидчикам. Каким судом судите, таким будете осуждены. Какой мерой меряете, такое отмеряет и вам. Всяких, кто из вас носит в своем сердце обиду, посадил в своем сердце смоковницу, которая пустила кое и приведет вас просто-напыстро, до могилы доведет вас, доведет вас до тяжелой болезни, и вы станете отступником, потому что Бог прощает вам ровно столько же, сколько прощаете и вы. И день тот не придет до корня, не пройдет отступление. Вот таким образом посеяв у себя обиду на пастора, на человека, на близкого, на дальнего, на церковь, человек лишает себя спасения, обретает себя на смерть тем, что садит в своем сердце обиду и не может простить, и живет в этой обиде, сам постепенно обгоняя себя в гроб. Бог говорит, если бы была у тебя вера с горчичное зерно, Он не говорит о вере нашей, но Он говорит, что если она будет настолько малой, потому что горчичное зерно самое малое среди зерен, и Он подчеркивает лишь только, что большую веру для этого не нужно. Он говорит, знаешь, что сделай? Скажи своей обиде, выйди из меня, не подумай, обращайте на каждое слово, которое говорит Иисус, обращайте внимание. Он говорит, если скажет этой смоковнице, вырвись отсюда вместе со своим корнем и ввергнись в море, и если твоей веры будет хотя бы даже так мало, как масненькое горчичное зерно, самое наименьшее среди всех зерен, то Бог говорит, она вырвется отсюда и ввергнется в море, и ты станешь свободным человеком, и ты свободно вздохнешь, и церковь станет нормальной, и куда-то денутся сплетники в этой церкви, и люди непонимающие, и пастор сразу станет нормальным и хорошим, и станет самым лучшим пастором среди всех церквей. Как только человек вырвет обиду из своего сердца, придет, встанет на колени и скажет, Господи, прости меня, ибо я виноват. И Бог говорит, не лучше ли вам быть виноватыми, не лучше ли тебе и мне брать на себя вину, какой бы конфликт с кем бы ни произошел. Иисус говорит, научись у меня, посмотри, как делаю я. Я беру твой грех, я беру твою вину и говорю тебе, это моя вина, и иду на крест и отдаю себя на мучения и распятия. Аминь. Тебе и мне Бог дал самый лучший пример, и дьявол знает, что мы с тобой настолько гордые, настолько обидчивые, что у нас еще столько проблем, что если зацепить наше самолюбие, хоть немного сделать кому-то замечание, сейчас страшно делать кому-то замечание. Пастор знает, о чем я говорю, что есть среди нас, есть такие люди, которым, если сделать замечание, потом пастору нужно делать 40 уколов от бешенства, потому что так покусают. И есть среди верующих людей, есть и такие, которые приходят в церковь, и Бог говорит, волки в овечьих шкурах. Что это значит? Я сегодня открываю вам еще одну тайну. Что такое те самые волки в овечьих шкурах, о которых говорит Иисус Христос? Это поверье, это притча, которая была у израильских пастухов. Говорили израильские пастухи, что бывает такое, что когда волки нападают на стадо, выхватывают больную, слабую, последнюю овцу, которая еле плетется сзади, как некоторые из нас в церкви, не те, которые немощные в болезнях своих, а те, которые немощные духовно и постоянно плетутся сзади, и постоянно немощные, и постоянно не могут никак вырасти духовно в Иисусе Христе. Волки выхватывают такую овцу, говорят пастухи, выгрызают ее внутренность, а потом один из волков подлазит под шкуру, и в этой шкуре проникает в стадо. И овцы по запаху не могут определить волка, потому что на нем сверху овечья шкура. Волк проникает в стадо, и когда ночью стада загонялись в загон, до тысячи овец за одну ночь мог выгрызть волк и убить таким образом. И Бог тогда говорит, входите узкими вратами. Что это значит? Поэтому, поверю, пастухи начали делать в загонах узкие врата, узкий проход, через который могло пройти максимум одна или две овцы. И вот таким образом в загон на ночь запускались овцы понемногу, по чуть-чуть, по одной или по две узкими вратами. Знаете зачем? Чтобы волк в овечьей шкуре не проник в стадо и за одну ночь не убил все в стадо. Видели картинку пастуха? У него есть такая большая клюха с таким кольцом, и он всегда с этим посохом, никогда с ним не расстается. Еврейский пастух всегда ходил с таким посохом и он нужен был еще для одного дела. Когда пастух запускал стадо через узкие врата в загон, он каждую овцу бил по голове. Знаете зачем? Овца, если ударить ее по голове, знаете, что делает? Нагинает голову. А волк сможет нагнуть голову, если ударить его палкой по голове. Он сразу выдаст свой искал. Вот таким образом каждую овцу бил пастух этой клюкой по голове, пропуская через узкие ворота. И только овцы, наклоняющие голову, могут пройти в этот загон. Входите узкими вратами. Вот почему пастух имеет еще у себя в руке, хотя вы ее не видите, клюку, закрученную на конце. Иногда некоторые братья и сестер ему приходится просто вот так проверять иногда. И некоторые из нас нагинают голову, они являются Божьими овечками. А некоторые попробуют так в ступне, сделай замечание кому-нибудь. Оскал моментально выдает себя. Я говорю тебе, говорю себе. Что ты делаешь, когда кто-то делает тебе замечание? Что ты делаешь, когда кто-то может быть наступить тебе на ногу? Или скажет то, что тебе неприятно слышать? Что ты делаешь в этой ситуации? Когда пастор тебе сделает замечание, или когда может быть он даст тебе поручение, что ты делаешь? Или наклоняешь голову, или сразу же показываешь свой оскал? легко определяет. Очень легко отделяет овец от волков в овечьей киры. Вот для чего у пастора есть клюка. Вот для чего Бог ему ее дал, для того, чтобы каждого из вас, он периодически, иногда испытывал и проверял. Испытайте и проверьте свое сердце, потому что Бог никого широкими вратами в Царствие Божие не пустит. Но пропускает каждого из нас через узкие ворота, и вы иногда удивляетесь, почему у Дитя Божьего, у человека, который верен Богу, ходит в церковь, читает Библию, поет псалмы, иногда бывают трудности и проблемы, возникают ситуации, неприятные ситуации между братьями и сестрами, со служителями, с кем-то еще. Бог допускает такие ситуации для одной единственной цели. Он испытывает тебя и меня. И допускает такой момент, чтобы ты и я испытали себя, и чтобы Бог мог увидеть, кто ты есть. Овечка, наклоняющая голову, и смиряющаяся, или волк по вечной шкуре, который тут же выказывает свой оскал. Вот почему Бог допускает до нас с вами трудности, сложности и проблемы друг с другом. Как бы мы хотели, чтобы в церкви сидели только те, кто нам так приятен, с кем так хорошо. Но Бог как бы насадит здесь рядом тех, с кем иногда будет так тяжело. И даже хотелось бы, может быть, отсесть и посидеть на другом месте, только не с этим человеком, и меньше с ним встречаться. А Бог их специально приводит сюда для того, чтобы ты и я могли быть испытаны друг другом, чтобы в тебе и во мне могло проявляться или наше состояние Божьей овечки, или наше состояние с вами, волка в овечьей шкуре. Вам понятно то, что я объясняю? Вот откуда взято это место в Библии из еврейских обычаев и традиций. И Бог сказал, входите только узкими вратами, чтобы ни один волк не проскочил в Царствие Небесное. Есть еще другая картина, и вы ее хорошо знаете, эту картину давно знаете, когда Иисус Христос идет и на шее несет овечку. И мы всегда говорим, что это как раз то самое место священного писания, которое написано, что Бог оставит 99 овец, пойдет, найдет одну потерянную овцу, возьмет ее и понесет. Я расскажу вам правду, откуда взялась эта картина и что на самом деле это значит. В Слое Божьем есть псалтырь. Это псалмы Давида. Человек очень удивительный, крайне удивительный человек. Когда ему было 14-15 лет, он пас овечек. Он тоже был пастухом, как наш Иисус Христос, который пасет нас с вами. Любимое дело у Давида было писать псалмы. И когда овцы паслись, тихонько, все спокойно паслись, Давид использовал каждую минуту, чтобы сидеть и писать Богу песни. И писал эти песни, которые называются сегодня псалтырь, или псалмы Давида. А когда приходил вдруг лев, воровал овцу, то 15-16 летний мальчишка что делал? Откладывал свою бумажку со своими псалмами. Злой, потому что он тут писал псалмы для Бога, бежал за этим львом, ломал ему спину, разрывал ему рот, забирал у него овечку, приводил овечку опять в стадо, садился и писал псалмы дальше. Написано, когда приходил медведь, что он делал с медведем? То же самое, догонял медведя, 16-летний мальчишка, ломал этого медведя, потому что он мешает ему писать псалмы для Господа, забирал овечку, возвращал ее в стадо, а медведь так и оставался на том месте. И садился Давид и снова писал псалмы своему Господу. И когда отец ему сказал, пойди возьми хлеба, отнеси своим братьям, которые стоят на поле, Давид взял хлебы, принес на поле, вдруг слышишь, что-то за русское радио стоит на поле и говорит такие глупости на народ Божий и на самого Бога. И мало того, 40 дней, говорят, уже он стоит и разговаривает все эти вещи и поносит войско Господне. И Давид сказал, что-то у вас тут вообще происходит. И почему вы разрешаете этому человеку стоять и говорить такие глупости? И тут Давиду говорят, знаем твое поганое сердце, гадкое сердце твое мы знаем хорошо. Это у Давида оказывается было гадкое сердце. Тот, о ком Бог сказал, муж по сердцу моему, сказал Господь. Но в нем сразу же нашли недостаток, моментально. Братья его тут же в нем нашли недостаток и сказали, что сердце у него поганое. Да, Давид сказал, говорит, не могу смотреть, как вы смотрите на все это, но я хочу пойти и выключить это русское радио. И они начинают на него одевать железки, там всякие латы, все остальное. И он говорит, я не могу даже в этом ходить, не то чтобы драться. Нет, я по-своему. Он берет пять камней, один себе в руку, четыре в сумку, достает пращу, выходит прямо перед этим человеком, огромадным и сильным, который с детства воин. И сказано, что копье у него даже трое должны были носить. Вот он говорит, что-то на меня вышло, как на собаку, говорит, с палкой. А ему обидно, что-то он Бога обижает моего. И он берет камень и раскручивает пращу. И решил покончить с этим человеком, который обижал войско Божие. Чудесный человек, молодой мальчишка, который любит Бог и который так сильно любит Бога. Делает такую вещь. И вот он пишет, в двадцать втором псалме лучше его никто не писал песни. Я тоже пишу песни, многие из вас тоже пишут песни, но он никогда не сравнится с Давидом, потому что он тот самый муж, который был по сердцу Бога. И слово имя Давид переводится как любимый. Я понимаю, кем он был любимый. Двадцать второй псалом. Двадцать второй псалом, который верующий знает наизусть. Я буду читать его на русском языке. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашетях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою и чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей. И я прибуду в доме Господнем. Где он прибудет, говорит? В доме Господнем. Давид не собирался вставлять дома Гожию, как многие из вас делают. И я прибуду в доме Господнем многие дни. Четвертый стих, говорит, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Оказывается, у нас с вами есть очень хорошее антидепрессивное средство. И у Давида у него было. И он говорит, твой жезл и твой посох, они всегда меня успокаивают. Если у тебя есть проблемы, если тебе очень трудно, если ты не можешь найти себе покоя, оказывается, Давид говорит, что у Бога есть успокоительное. Жезл и посох. О посохе мы уже сегодня говорили. Посох был закручен на конце не только для того, чтобы каждую овцу проверять таким образом. Но эта овца, которая упала в яму, пастуху не нужно было слазить в яму и доставать овцу. Он этим крючком зацеплял ее за шею и помогал ее вывести из ямы. Вот так пастухи вытаскивали овец из ямы. Иисусу не нужно слазить туда, куда опускаешься ты в своих беззакониях, безобразиях и в мыслях, для того, чтобы там находиться вместе с тобой. Бог берет свой посох, цепляет тебя за шею и начинает вытаскивать тебя из твоих беззаконий, из твоих безобразий, из твоих грехов, из твоих глупых мыслей, из твоих обид и всего остального. Тянет тебя своим посохом, чтобы вытащить тебя из ямы. Он не ходит с тобой туда в ту яму. Он вытаскивает тебя из твоих ям. А вот жезл, о котором говорит Давид. Что это такое? Жезл это неотъемлемая часть каждого пастуха. 70-ти сантиметровый железный прут, который каждый пастух обязательно имел с собой и носил. Зачем он был нужен? Сейчас вы очень сильно удивитесь. Этим прутом овечки перебивались ноги. Ломались ноги железным прутом. Той самая овечка, которая была всегда буйная, бегала и создавала проблемы всему стаду. Когда лежит стадо, отдыхает, такая буйная овечка прибегала. Сначала ела, потом как подпрыгнет. И все стадо сбудораживала, начала разбегаться в разные стороны. Она побежит в другое место, там начинает прыгать и скакать, там разбегается стадо. А потом пастухи начинают их с этого стада собирать. За этой овечкой очень тяжело уследить. Она постоянно куда-нибудь убегает, где-нибудь теряется, попадает в какие-то неприятности и гоняет постоянно все стадо. И тогда пастух брал свой железный прут. Этим прутом ломал овечки ноги, вешал ее себе на шею эту овечку и носил и кормил ее из руки до тех пор, пока ноги у овечки не заживут. Когда ноги у овечки заживали, пастух снимал овечку со своих плечей, ставил ее на пол. И знаете, что происходило? Овечка от пастуха больше не отходила ни на шах. Она настолько привыкла быть рядом с ним, что не отходила от пастуха ни на шах, никуда и больше буйной никогда не было. Твой железный и твой посох, говорит Давид, успокаивает меня. Он знает, что если Давид упадет в яму, я перевожу вам слова Давида, то Бог достанет его из ямы своим посохом. А если Давид станет буйным, непослушным и будет бегать от Господа в разные места, то у Бога есть еще и жезл, которым Бог успокоит Давида таким образом, повесит себе на шею, будет носить его, лечить, кормить из своей собственной руки. И Давид от своего Господа не отойдет потом ни на шаг, как послушная овечка. Иногда у нас в церкви есть точно такие же овцы, которые бегают и будоражат стадо. То там какие-то сплетни понесли и начинают будоражить всех. То там кому-то что-то рассказывают про кого-то, где-то что-то узнали. Там уже неспокойно в стадии и начинается возмущение. То там на пастора, то там на служителей, то на братьев, на сестер и постоянно будоражат все стадо. То куда-то бежит в другое место, здесь уже не подходит, тебе другое место надо. Пойдет там, набудоражит. То уже церковь не подходит, пойдет вообще в другое, в третье место или вообще перестанет ходить. И потом всем рассказывают, что я уже ходила в церковь или я ходил, ничего там доброго, ничего хорошего нету. Они только прикидываются верующими. Я больше ходить в эти церкви не буду. Это та самая овечка, которая потом Господь иногда бывает, ломает ноги. Вешает ее себе на шею и кормит ее из своей руки. До тех пор, пока овечка не образумится, не наберется ума, не выздоровеет полностью духовно, а потом от Иисуса Христа не будет отходить ни на шаг и не будет больше будоражить стадо. Я понятно объясняю? Теперь вы знаете, что это такое. Поэтому я бы не хотел быть той овечкой, которой бы Бог постоянно ломал бы ноги для того, чтобы я не бегал куда-нибудь, не искал себе приключений и не будоражил все стадо. И не хотел бы, чтобы меня каждый раз пастор испытывал, я еще волк или уже овечка. И периодически меня проверял своим посохом, испытывая меня, кто же есть на самом деле. Если у тебя есть проблема с зубами, эту проблему решает Господь. Если у тебя оскал, то надо пойти к Богу, встать на колени и сказать, Господи, такой, как я есть, имею проблему, хочу быть твоей овечкой, а не волком в овечьей шкуре. Не могу сдержать в себе эмоции, не могу мирно жить в доме, не могу стерпеть своего мужа, не могу промолчать ему. А муж не может спокойно ответить своей жене и обязательно слово заслужит, уже вспыляет, начинает кричать, нервничать, психовать. Тогда проблема у тебя? Иди на колени, а не делай беспорядок в своей семье и в своем доме. Не бегай туда-сюда и не носись. И не ищи тех, кто тебя поддержит в твоих делах и в твоих поступках. А лучше приди к Иисусу Христу и скажи, Господи, что-то у меня зубы прорезаются волчьи периодически. Хочу от них избавиться, хочу быть овечкой. И Бог меняет. Меняет и жен в доме, и мужей в доме меняет, и детей, которые иногда тоже имеют оскал по сравнению со своими родителями, очень большой. Что бывает, мама или папа сделает замечание, и дети могут так ответить своим родителям, что некоторым из детей тоже уже нужно даны, даны, ставить на колени и просить у Бога, чтобы Бог сделал их овечкой, а не волком в овечьей шкуре. Вот так происходит отступление. Когда у человека есть оскал, когда у человека есть обида, когда у человека есть проблемы или гордость ума, потому что, когда человек имеет большие знания, бывает, приходят проблемы. О них написал один из величайших писателей. И написал такую книгу «Горе от ума». Слышали такую вещь? У некоторых есть горе от ума. Люди, которые так глубоко вникают и так хотят разложить Бога по полкам, и начинают его раскладывать, почему Бог делает так, а не так, почему Бог такой, а не другой, почему он поступает вот именно таким образом или не так, то Бог отвечает такому, говорит, я горшечник, я что хочу, то и делаю. Я делаю так, как хочу, потому что я сотворил, я художник своей картины, и я что хочу, и рисую. И может ли глина, говорит Иисус, сказать горшечнику, почему ты меня такое сделал? Не может, правда? Потому что горшечник определяет форму горшка. Он определяет форму того сосуда, который делает. И глина не может говорить горшечнику, зачем ты меня таким сделал? Вот так и Бог, и некоторые из нас начинают его раскладывать, думая, что его можно, как, да простит меня Господь, как лягушку, когда-то мы препарировали в школе, можно так разобрать по частям и вникать в Бога. Но Бог настолько огромен, что его нельзя разложить по полкам. Бог настолько огромен, что ему нельзя прийти и сказать, почему ты так делаешь, мне так не нравится. Бог говорит, я отдал своего сына для того, чтобы ты пришел и спросил у меня, Господи, что я должен делать? И когда ты приходишь и говоришь, Господи, что я должен делать? Вот тогда ты становишься дитем Божьим. Вот тогда ты становишься овечкой Божьей, которая идет за Господа. Но когда у нас на все есть свое мнение, свое решение, когда мы не принимаем то, что написано в Слове Божьем, мы становимся с вами отступниками. Нам не нравится то, что говорит Бог. Нам не нравится то, что Бог делает. Мы не соглашаемся с тем, что сказал Господь, и приходит дьявол, обнимает нас с вами своей рукой и говорит, а правду ли сказал Бог? И многие из нас вращаются на эти вещи и начинают сомневаться в Боге. И не придет то время до тех пор, пока не придет отступление. Отступление в церквях происходит прямо сейчас. Многие церкви опустили наполовину. Люди перестали ходить в церковь. Некоторые оправдываются от плохой погоды, некоторые тем, что у них нет машины. Люди ходили по 15-20 километров, ходили пешком. Всего на всяких-то 50 лет назад. В одну единственную церковь в небольшом городке или в небольшом селе ходили с других сел, с других мест, со своими детками. По семь, по восемь деток душ в воскресенье вели, чтобы попасть в Дом Божий, попасть в церковь и побыть на служение. В мороз 25-20, они шли эти 15-20 километров для того, чтобы побыть на служении. А сейчас, когда у нас маршрутки, от самого твоего дома, прямо до дома молитвы, когда есть у всех почти машины, когда есть столько возможностей, люди сегодня не хотят ходить в церковь. Многие сегодня пристрастились к интернету и считают, что достаточно в интернете посмотреть проповедь, побыть там на служении через интернет. «Бог присутствует там, где двое или трое во имя Его». Аминь. И Он говорит, «Когда вы собираетесь, Я среди вас». Бог говорит, «В единстве вашем, сила ваша». И Он говорит, «Я создам интернет, и врата ада его не одолеют». Читали такое Библию? Я не читал такого. Другие говорят, «Я верю в себя дома и в душе. Я создам дом и душу такую, которую врата ада не одолеют». Говорит, «Господь, читали такое?» И я не читал такого. Он говорит, «Я создам церковь, и ее врата ада не одолеют». Знаете, где мы с вами в безопасности, и где нас с вами не одолеют врата ада? Здесь. Всякий раз, когда дьявол предложит тебе, не ходи больше туда, останься дома. Ты устал, ты в немощи, тебя обидели, тебя не поняли, тебе не дали спеть, тебе не дали сказать стихотворение. Они пели песню, которая тебе не понравилась. Приехал, этот Плохотнюк спел, вот мне не понравилась его песня, я не для тебя пел. Поверьте мне, я пришел и пел не для вас. Не хочу никого из вас садить, никого, ни одного человека. Но поверьте мне, я говорю вам честную правду, я не для одного из вас сегодня здесь не пел. Знаете, для кого я пел? Аминь. Если вы хотите, можете присоединиться к моей хвале, прославить Бога вместе со мной. А если нет, то Бог решает, нравится ему или нет. Если бы Плохотнюк ему не нравился, он давно бы уже его остановил бы, посадил бы и сказал бы, будешь работать на заправке, будешь просто вставлять пистолет в машину, вместо того, чтобы ездить, говорить и петь. Вы согласны со мной? Я тоже так думаю. Всякий, кто выходит, говорит стих или петь, он это делает для Господа. Бог определяет, нравится ему или не нравится. Поэтому я сказал, может, вы и не стройно поете, может быть, даже у вас нету слуха, но Бог определяет, нравится ему ваша хвала или нет. И если она от сердца, то она Богу нравится. Она Бога устраивает. И не нужно обижаться ни на проповедников, ни на пастора, ни на других людей. Не ищите себе причины, чтобы отступить от Бога. Потому что, когда мы отступаем от Бога с вами, когда мы отступаем от Его Церкви, когда мы говорим нехорошие слова на Церковь Божью, знаете, кто такая Церковь вообще? Она невеста Иисуса Христа. У меня есть жена. Когда-то она была моей невестой. Если бы кто-нибудь пришел мне и сказал, посмотри на ее походку, посмотри, как она заправляет волосы, я бы в жизни так не заправлял, я бы волосы. И косынку он одевает не так, как бы хотелось бы. Я бы этого человека никогда не слушал. И мне было бы это неприятно. Мужья, если бы вам сказали на ваших жен неприятные слова, вам бы приятно было это слышать? Думаю, неприятно. Жены, если бы кто-то бы поносил бы ваших мужей, какая-нибудь подруга пришла и сказала бы, ну и походка, ну и фигура у него, где ты его взяла такого? Вам бы приятно было это слушать? Неприятно. Приятно Иисусу Христу слушать плохие вещи про Его Церковь, про Его невесту, за которой Он собирается скоро прийти, и будет брачный пир, и невеста готовится к встрече жениха, и она плавно, постепенно наряжается и готовится к этому, и не все сразу получается, и невеста не облачается сразу же. Нужно сначала одеть фату, нужно заколоть ее в правильных местах, и не все сразу красиво, и полдела не показывают, но все это готовится к приходу жениха, и когда приходит жених, она уже вся наряжена, она уже вся стоит такая, как должна стоять перед женихом. Но кого из вас захотел бы Иисус послушать, если бы кто-то сказал плохо про Его невесту? Никогда не говорите плохо на Церковь Божию, потому что Бог с вас взыщет обязательно. За свою невесту Бог обязательно взыщет с каждого, кто плохо скажет про Его невесту. Ни в коем случае, никогда себе таких вещей не позволяйте. И Бог говорит, в послании к евреям, говорит такие вещи, что когда человек отступает от Бога, когда он становится отступником, когда он отрекается от Христа своими желаниями, действиями, не тогда, когда он скажет, Господи, я отрекаюсь от Тебя, многие даже этого не понимают, но когда человек поступками своими живет так, начинает жить так, как будто бы Бог уже больше не для него, и Бог ему не нужен, человек, отступивший от церкви, Бог говорит, за такого человека больше не остается жертва за грех. И кровь Иисуса Христа больше не омывает его от его грехов. Отступничество – один из самых худших грехов, которого так сильно хочет я, от Тебя и от меня. И церковь пустеется не за того, что кто-то обиделся на пастора, кто-то обиделся на братьев и сестер, кому-то не дали гуманитарку, кого-то не поздравили вовремя в его день рождения, кому-то не так посмотрели, не так сказали, кого-то не пустили прочитать стих, кого-то на какое-то время отстранили от служения и сказали, пока что посиди, не делай этого, мы принимаем такое решение. И кто-то обиделся, развернулся и ушел. Разорвал свои отношения с церковью, с братьями и сестрами, и хочешь, не хочешь, после этого обязательно разорвутся отношения с Богом. Он не сможет читать Библию, как читал раньше. Он не сможет молиться, как молился раньше. Он не сможет служить Богу, как служил раньше, если не наклонит свою голову и не будет делать то, что хочет Господь на этот момент, даже когда Бог испытывает тебя и меня такими обстоятельствами. И Бог говорит, должно прийти обидам. Обиды в твою жизнь обязательно придут, и будут люди, которые будут тебя обижать. Но Бог говорит, это нужно для того, чтобы ты и я испытали свою веру и в ней укрепились, еще более подражая Иисусу Христу. Как вы прощаете, так и будете прощены. Иисус рассказывает притчу о человеке, которому был прощен огромный долг, но который пошел к своему соседу и начал душить и давить его за пару динариев. Помните эту притчу? И царь, мудрый царь, а этот царь является нашим Богом, о нем сказано в этой притче, позвал этот человек и сказал, разве не надлежало тебе простить твоего брата, который гораздо меньше тебе должен, чем ты должен мне, а я ведь простил твой долг. И знаете, что он сказал после этого? Возьмите его и выбросьте его куда? Во тьму. Человек такой, который не может простить братьям и сестрам, пастору, проповеднику, служителям, другим людям не может простить, должен вспомнить, сколько Бог простил ему. Вспомните, сколько Бог простил тебе и мне. Хватило бы, наверное, чтобы, наверное, уже смертную казнь, мы с тобой раз 50-60 перенесли. А Бог идет на крест, берет твой грех на себя и прощает наше с вами беззаконие. Знаете, для чего? Чтобы мы научились прощать. Пришло отступление в церкви. Ты можешь быть сегодня искренне верующим человеком, а можешь быть вероотступником. Но тогда кровь Иисуса Христа больше не за тебя. И она не будет покрывать твои грехи. И ты будешь неспасенный человеком. Чего хочет Иисус? Чтобы ты и я ухватились за эту церковь. Всем своим естеством. Заслужение Богу всеми своими возможностями. Чтобы ты и я в молитвах, в кротости и в смирении проходили свой путь. И Бог говорит, возьми свой крест и следуй за кем? За мной. Не без креста, не с легкой ношью, но бери свой крест и говорит, и ты будешь входить не широким путем, не на автомобиле, не большими вратами. Бог говорит, ты будешь входить в Царствие Небесное узким путем. И это очень сложно и трудно. Но Богу это надо. Богу это необходимо, чтобы никто из волков не проник в Царствие Божие. чтобы только ты и я, те самые овцы, которые Господь так бережет, некоторых носят на своей собственной шее, вошли в Царствие Божие. Вот для чего тебе и мне нужны и испытания, и трудности, и проблемы, и многие другие вещи. Бог испытывает каждый раз нас, кто мы есть. Чтобы ты и я это понял. Чтобы ты и я не укоренились в своих неправильных поступках, плохих желаниях. чтобы ты и я следили за своим оскалом, и чтобы мы с тобой не остались здесь, когда Господь возьмет свою Церковь и говорит, двое будут работать на поле, один возьмется, другой останется. Двое будут сидеть в Церкви, один возьмется, а другой может остаться. Пять неразумных дев остались за дверями, а пять мудрых что сделали? Вошли на пир Божий. Вот перейди сегодня, в этот день, перейди в ту сторону, где находится мудрое дело, чтобы тебе не остаться среди неразумных. Давайте встанем на наши ноги. субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»